Привет, читаются и дети, там есть такой абзац, прямо на первой странице. Слуга, в котором все, и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения. Посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал. Далее он что-то там ответствовал. Время действия 1859 год, прошло 170 лет, а многие до сих пор, до сих пор не принимают способы самовыражения у молодого поколения. Разноцветные волосы, сережки в ухе, в носу или где там ему хочется носить. Тебе-то чего? Ходит человек с синими волосами и с сережкой, ну и на здоровье пусть ходит. Тебе что? Хочешь ходить с обычной прической? Ну, пожалуйста, ходи. Он же за тобой не бегает с криком «вставь серьгу» или хотя бы волосы покрась. Не бегает. Ты чего за ним бегаешь? Смотри на себя, воспитатель. Все у тебя в жизни благополучно, все безупречно. Почему ты решил кого-то учить? Ты эталон, ты пример для подражания. Да даже если так, и ты пример для подражания, то это только твое мнение. Я тебя уверяю, что он этот с синими волосами думает примерно так же. И все мы так думаем, и все мы знаем как надо и как правильно, но все живем по-разному и все понимаем все по-своему. Именно поэтому жить интересно. Разные фильмы, разные книги, разные жизненные или игровые стратегии, все разное. Ты прав, побеждай. Проигрываешь, ну не лезь, все без тебя разберутся. Даже если побеждаешь, не лезь. Как говорил мой отец в моем брутальном по нынешним временам детстве, без сопливых сон в свете. Подписывайся на канал, ставь лайки, делай репосты и все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok